Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме знаний. С вами я, Марина Олегаджиевна. Мы продолжаем курс вебинаров по литературе за 9 класс. Сегодня мы поговорим о поэтике повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Узнаем, какие художественные средства использовал писатель в этой повести. Подумаем над смыслом названия повести. Наверное, многие из вас уже видели замечательный фильм, снятый по повести Булгакова. А если нет, обязательно посмотрите эту экранизацию. Прежде чем начать разговор о поэтике повести «Собачье сердце», вспомним, что такое поэтика литературного произведения. Поэтикой называют весь спектр художественных средств, которые использует автор для того, чтобы передать идею произведения. Теперь посмотрим, каким образом это делал Михаил Афанасьевич Булгаков в повести «Собачье сердце». «Собачье сердце» – это фантастическая повесть. В основе ее сюжета – невероятный случай, который не мог произойти в реальной жизни. Мы знаем, что пересадка органов не способна изменить личность человека, а уж тем более превратить животное в человека и наоборот. Опыт профессора Преображенского – это художественная условность. Напрашивается вопрос, зачем автор использовал фантастическое допущение? Ну, в первую очередь, для того, чтобы было интереснее, скажете вы. Конечно, и для этого, но не только. В повести Булгакова у фантастики роль не главная, а вспомогательная. Во-первых, конфликт произведения и создается и разрешается фантастическими элементами. Фантастическое превращение показывает, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу. То есть, подчеркивает мысль автора о том, что революция губительна. Во-вторых, фантастика помогает увидеть, насколько абсурдно устроено новое общество. Шариков – искусственно созданный человек. У него нет прошлого, нет образования и воспитания. Этот дрянной человек с привычками и замашками уголовника Клима Чугункина. И при этом Шариков идеально вписывается в новый миропорядок, который создали пролетарии. Он моментально схватывает идею отнять и поделить. Новая власть дает Шарикову не только документы, признавая его полноценным членом общества. Шариков получает работу и становится он не простым работягой, а начальником. Швондер устраивает его заведующим отделом очистки города Москвы от бродячих животных. Если вспомнить историю, лозунг «Кто был ничем, тот станет всем» был одним из самых популярных у большевиков. Получается, что с помощью фантастики и гротеска Булгаков обыгрывает этот лозунг, превращая его в развернутую метафору. Кем был Шарик? Никем. Голодным дворовым псом. Кем стал полиграф-полиграфович Шариков? Советским гражданином, важным начальником. И судя по тому, как быстро он научился писать доносы и угрожать людям, его ждала блестящая карьера. И горе тем, кто оказался бы у него на пути. Есть в произведении говорящие имена и фамилии. Например, фамилия Преображенский происходит от глагола «преображать». Согласно толковому словарю Ожегова, «преображать» значит изменять образ, форму, вид чего-нибудь, сделать иным, лучшим. Вспомним, что профессор занимался Евгеникой, улучшением человеческой породы. Профессор преобразил Шарика, из собаки превратил его в человека. Но стал ли Шарик от этого лучше? Нет. Добрый бродячий пёс превратился в отпетого негодяя. Эксперимент профессора оказался неудачным, а его последствия жуткими. Страшно подумать, что бы мог натворить Шариков, не будь второй операции. В повести действительно много чудовищного. Полиграф Полиграфович – чудовище в человечьем обличии. В стране царит чудовищная разруха, возникшая из-за чудовищных порядков новой власти. И научный эксперимент профессора Преображенского – это чудовищное насилие над природой. Но почему же Булгаков назвал эту историю «собачье сердце»? Потому что в сердце повести превращение собаки в человека? Ну, отчасти да. Но для Булгакова это было бы слишком просто. Исследователи называют его поэтику многослойной. Так почему же ещё? Потому что полиграф Полиграфович – человек с собачьим сердцем? Нет. Профессор Преображенский говорит доктору Барменталю, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе. Обратим внимание на то, что писатель, рассказывая фантастическую историю, рассуждает о судьбе всей страны. Булгаков идёт от частного к общему. Профессор Преображенский говорит о разрухе в стране, приводя в пример изменения в отдельно взятом доме. Пропал Колобуховский дом, говорит он, и этой фразой слышится «пропала Россия». Швондер со своей компанией – это портрет нового хозяина страны, пролетария. Доносы, уплотнение жилплощади, разруха – это всё приметы времени. Мы уже говорили о том, что в своей повести Булгаков идёт от частного к общему. Такое обобщение достигается разными приёмами. Один из таких приёмов заключается в том, что в повести нет единого рассказчика. Повествование начинает Шарик. После операции рассказчиком становится доктор Барменталь. Его дневник подробно описывает изменения, которые происходят Шариком после операции. Сквозь сухое изложение научных наблюдений постоянно прорываются сильные эмоции. Это подчёркивает необычность происходящего. Есть в повести и третий нейтральный рассказчик. Таким образом, повествование становится полифоничным, многоголосым. Читатель получает возможность посмотреть на события с разных позиций. Главным приёмом в повести можно назвать антитезу. Этот приём Булгаков использует сразу на нескольких уровнях текста. В повести всё разделено и противопоставлено друг другу. Мировоззрение, люди, даже время и пространство. Например, в повести мы видим идейный конфликт двух сторон. Это конфликт интеллигенции в лице профессора Преображенского и доктора Барменталя и пролетариата в лице Швондера и Шарикова. Это два враждебных лагеря, которые друг другу противопоставлены. Их взгляды, цели и отношения к жизни абсолютно противоположны. Противопоставлены в повести и две эпохи. Время до революции и после неё. Профессор Преображенский чётко проводит эту грань в своём монологе. Он говорит, что разруха началась в 1917 году, то есть после революции. Москва прошлого представляется раем. Москва настоящего – это ад на земле. Такой вывод помогают сделать и слова профессора, и мысли дворняги Шарика, и описание заснеженной Москвы. В повести есть два пространства, которые тоже противопоставляются. Чистота, тепло и порядок – характеристика пространства благополучной профессорской квартиры. Второе пространство в повести – замерзающий, грязный, жестокий город. В системе образов антитеза очень ярко выражена. Здесь есть герои-антиподы. К примеру, Швондер и профессор Преображенский. Более того, писатель помещает две противоположные личности в один персонаж – добрый пёс Шарик и антипод негодяя Шарикова. Рассуждая о булгаковской поэтике, нельзя не вспомнить о богатстве языковых средств писателя. В повести удивительно красочные и ёмкие эпитеты, метафоры, гротеск, олицетворения. Прочитайте, пожалуйста, эту повесть «Собачье сердце». Я уверена, она вас очень сильно заинтересует. А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До новых встреч!